Пустые залы, тишина, вывески не работает. Но традиционная ночь музеев, точнее день, все же проходит онлайн. Каждый музей для своего зрителя записал видео-лекцию, видео-экскурсию или даже видео-мастер-класс. Так в музее Германа Титова говорили нет, на этот раз не о космическом, а о кукле-обереге. Есть такие легенды, когда женщина не успевала все по дому сделать, и ей хотелось еще несколько рук заиметь. И появилась вот такая обрядовая славянская кукла. А краеведческий музей в Барнауле сегодня играет викторину. Участники отвечают на вопросы по истории региона в период Великой Отечественной. На наш взгляд, вот эта определенная состязательность, она дает, честно, определенный драйв. Тем более, хочется сделать подарки. Количество воинских соединений, сформированных на Алтае в годы войны, 15, кажется. Да, скорее всего, 15. Победителей знатоков будет трое. Их выберут завтра. Подарок организаторы держат в секрете. Кстати, для будущего оффлайн-приема гостей тут уже все готово. Наталья уверена, даже стены музея скучают по посетителям. Если в здании нет человека, оно так же, как что-то живое, оно умирает. И вот пройдя по пустынным таким нашим залам, всматриваясь в наши экспонаты, ну, вы знаете, вот тоска по нашим посетителям. К слову, сегодня по всему краю в музеях проходят виртуальные экскурсии, мастер-классы, викторины. Такой вот онлайн-профессиональный праздник. Но гостей ждут. А вместо поздравлений – просмотры и лайки. Мария Микшута, Илья Халяпин, Николай Шилко. День с толком.